Свяжу это с сегодняшним днём. Кто-нибудь знает, какой сегодня день? 31 декабря. Ну, помимо этого, помимо того, что сегодня Новый год. Уход чей-то. Уход чей-то. Сегодня уход с Чилы Бхатисиданте Сарасвати Какура Прабхупады. И с Чилой Бхатисиданте Сарасвати Какуром нас связывает очень много. С самого начала, когда я пришёл в сознание Кришны, я чувствовал особую связь с этим Ващналом. Во многом именно его влияние, его наследие, если говорить честно, откровенно, сохранили нашу семью для исходных. То есть даже не влияние Шилы Прабхупады. Шилы Прабхупада был в начале, Шилы Прабхупада остается, конечно же, в конце. Но вот тот момент критический, когда мы находились на грани некоего выбора вообще, куда себя направить, куда себя вложить, куда отдать свою энергию. Именно наследие Чилы Бхатисиданте Сарасвати Какура сыграло ключевую роль. Благодаря ему мы пришли к стопам нашего Бхараджа Раданатха с вами. То есть развернулась вся та судьба в сознании Кришны, которое нам суждено было прожить, которое мы жить продолжаем. И в день ухода, вот в этот же самый день ухода Шилы Бхатисиданта Сарасвати Какура, в декабре 2004 года мы провели первую публичную программу. Я очень ярко помню тот день, когда мы ждали человек 5-7 гостей. Я приготовил сабджи из картошки с патисоном, и в тот день к нам пришло что-то между 30 и 40 людьми. Я помню, как Маджи Дина Шакти, она просто паниковала. Появление каждого нового гостя... Пятьдесят человек было? Пятьдесят? Ну, я не помню уже, но я помню, что было несколько десятков. Мы ждали что-то там в пределах десяти, а пришло несколько десятков человек. И это само по себе было что-то мистическое. Мы не понимали, откуда эти люди берутся, большую часть из них мы не знали. Но они приходили, приходили, приходили в этот день к нам в дом. И появление каждого нового гостя в глазах Даши, тогда еще Маджи Даши, вызывало все больше и больше удивления. Она заскакивала на кухню и говорила, мы не сможем никого накормить. А сабджи, правда, было немного, была такая достаточно большая кастрюля, и там даже половины не было. То есть на донышке была какая-то сабджи, картошка с патиссонами. И я говорил, ну что делать? Ну как бы люди пришли, на конце концов, они же пожрать пришли. Они, наверное, в духовную программу пришли, в духовную программу пришли, в духовную программу приходит катхат. Но просада, как говорится, сколько есть, только всем достанется пора. Удивительным, мистическим образом просада в тот день хватило всем. Как это произошло, я не понимаю до сих пор. Кришна Бога. Мы удивлялись в тот день, мы удивлялись в тот день, и до сих пор мы удивляемся, каким образом хватило всем просада. Там не только сабджи с патиссоном был, там, конечно, уже был рис и всякое другое. Там был рис, да, но было, в общем, просада было совсем немного, и каким-то образом его хватило на всех. Мистическим образом, шилы патиссонцы расхватить, стакур, проупады, все устроил в тот день. Мне вспоминается эпизод из очень классного телевизионного фильма итальянского про святого Филиппа Нерри, «Я предпочитаю рай», когда он сварил супа на несколько человек, и потом прибежала толпа детворы, и он всем наливал этого супа, и суп постоянно на дне не заканчивался. То есть он как будто бы источник этого супа. Я не хочу спекулировать, но, возможно, что-то подобное в тот день имело место быть в нашем доме, в нашей маленькой квартирке Нижегородская, 78, квартира 16. Очень необычное место было. Очень много всего интересного там произошло. И в тот же самый день, день ухода шилы патиссонцы расхватить токура в декабре 2004 года, 4-го, наши божества, в тот же самый день, когда мы проводили эту программу, наши божества, еще будучи неустановленными, дали первый публичный даршин. Они стояли в шкафу на картику 2004 года. Я привез их из Вриндавана. Это была особая пора вообще в нашей жизни. Я жил в Брамачаре Ашраме в соседней комнате через одну комнату от Аиндры Прабух. У меня было море служения. Помимо этого, я повторял 64 круга мантры. И в тот год, после той картики, я привез этих божеств. Я привез вот эти мухти из Вриндавана. Практически каждый день моя жизнь как-то была связана с божествами Аиндры Прабух. Я покупал им ковы, я помогал им готовить. Потом он проводил пут же божествам. Я в это время сидел за его компьютером и занимался каким-то служением. Это был первый компьютер, персональный компьютер Аиндры Прабух, куда он перенес все свои данные со своего дат-рекордера старого, на которого он записывал киртаны в 90-е годы. И потом он предлагал все это своим божествам, в том числе божествам Ворни Тай. И мы вкушали уже поздно в ночи, он ел только по ночам. Мы вкушали поздно в ночи, потом общались, я задавал ему какие-то вопросы. Паджаево Дарми, Пабахти Расамри Кисинду. И по прошествии этих полутора месяцев вот такой вот жизни, я почувствовал, что я хочу поклоняться божествам Ворни Тай. Причем эти божества Ворни Тай, они должны быть экспансией божеств Аиндры Прабух. Вот этих вот больших деревянных божеств, стоящих у него в комнате, вот в таких же мудрах. И я поехал на Лой базар, я потратил день или два в поисках подходящих форм, ничего не находилось, не было ничего похожего на то, что я искал. И в какой-то момент в лавке одного стапати, одного муртивала в Риндаванского, это был брат Прабудаяла, Прабудаял самый знаменитый муртивала в Риндаване. Его магазинчик находится, если вы доходите до конца Лой базара, вот слева у вас магазин Ганготри, вы доходите до конца Лой базара, до Т-образного перекрестка, налево вы идете в сторону Рада Романа, а направо вы поворачиваете, и дорога идет в противоположное направление. И вот Прабудаял сидит прямо на углу справа, а брат его сидит слева через два-три магазина. И вот я зашел в магазин его брата, он мне стал что-то показывать, я говорю, не то, не то, не то, не то. Он говорит, слушай, я устал тебе таскать, он мне из подвала своего что-то приносил, говорит, я устал тебе таскать, спускайся вниз и сам там поройся. Я спустился вниз, там лежала груда божеств, металлических вот этих вот божеств, которым уже, судя по всему, не суждено было вообще быть кому-то проданными, чтобы кто-то им поклонялся. Они просто там уже валялись, какие-то почернели, позеленели от времени. Я просто стал рыться в этой груди божеств, разбирать их, и нашел одно мурти, одно божество, это божество гора Гавинды, вот видите, да, Господь Кауранга, он был один, он был один. И я нашел его, я увидел в нем копию, да, или экспансию того божества, которое стояло у Аиндры Прабу, Шачи Суты. Я говорю, мне нужен Нитай. Он говорит, у меня нет Нитая, это гора Гавинда, это Господь Читаний, вот он один, такой вот в форме. Я говорю, не-не-не-не, подожди, мне нужен Нитай. Он говорит, ну у меня нет Нитая, я говорю, сделай мне Нитая. Он говорит, так, у меня нет возможности, нету формы, ничего, это очень сложно делать, вот какое-то божество с нуля. Иди к моему брату Прабудаялу, у него есть Панча Татва. И в Панча Татве у него стоит Нитянанда вот в такой же, с такими же руками, вот такая же мура. Я пошел к Прабудаялу, я нашел у него, у него был, стоял действительно, это сет Панча Татвы, я спросил, сколько стоит, он сказал, ну ты можешь взять один сет полностью, я говорю, нет, сет мне не нужен, мне нужен только Нитай. И он тогда что-то заломил, там, тысяч 15 или 20 тысяч рукой, да, то есть дорого, они правда были очень красивые, очень аккуратно сделаны, вот. Весь сет стоил 45, вот, Нитянанда, по-моему, за 15, но по тем временам это были совершенно немыслимые деньги, я сказал, нет, давай, я говорю, как-то вот, как-то по-другому, сделаю попроще, он говорит, хорошо, мы сделаем так, я дам своему брату форму, от этого Нитянанда, и он тебе сделает дешевое божество, он будет в такой же коде. Так мы и сделали, в общем, по итогу оба эти божества обошлись, я сейчас уже не помню, то ли 4 500, то ли 5 тысяч, 4 500, по-моему, обошлись божества, и еще за 500 рупий Матаджи, да, почему 5, еще за 500 рупий Матаджи, одна русская, в Авриндаване, она расписала, она наложила их глазки, у них были полые глазки, она все тогда сделала, раскрасила их, и вот таким вот образом эти божества приехали в Москву, после Каптики 2004 года. Доказательства того, что они из разных сетов, из разных вообще... Это не требуется и вообще, потому что видно, что это... Да, видно, у них разные лотосы, разные величины лотоса, у них чуть-чуть разные пропорции, но все, как говорится, получилось по седанте, все получилось как надо, потому что Гауранда он чуть-чуть повыше, Нитянанда чуть пониже, и вот... У них немножко разные лица, характеры разные, это сразу читалось. И вот, собственно говоря, я привожу их в Москву, я ставлю их в шкаф, у нас был такой старый-старый деревянно-фанерный шкаф, доставшийся мы переехали в квартиру моей прабабушки, и там еще была мебель 50-х годов. И вот этот старый деревянно-фанерный шкаф был полностью забит книгами. Мы смеемся, что мы помним, как он пахнет. Да, ну, конечно, мы все помним, как он пахнет. Да, мы все помним, как он пахнет. Да, и вот в этом шкафу, полностью забитым книгами, встали божества, он был очень глубокий, массивный такой, встали божества. И вот в тот день, в день ухода в Санкт-Петербург, в 2004 году, вот эта толпа людей, они все получили дашу. Они все пришли, я помню, как я после просады открывал этот шкаф, все по очереди подходили, смотрели. И, если я не ошибаюсь, по-моему, Ананда Лила, или, может быть, кто-то другой, мне кажется, это была Ананда Лила, сказала, что так нельзя, если божества не установлены, вот так вот нельзя их тут открывать, вот уже 50 человек и поклониться, и никому не должны их показывать, и вы вообще должны им лица закрыть, потому что по факту они сейчас уже устанавливаются. Вот, и мы спешно тогда решили, что да, наверное, не надо больше никому показывать, мы замотали им лица какими-то тряпочками. И через год, в день ухода в Афисансе Рассвати Стакура, уже в 2005 году, уже в Абриндаване, мы их установили. То есть, получается, они из Афисанса Рассвати, просидели там полгода, летом 2005 года мы уехали обратно в Афисансе Рассвати, и вот в этот день ухода в Афисансе Рассвати, ты не помнишь, какое это было число? Помню, 19 декабря. 19 декабря, да. 19 декабря 2005 года мы установили Ховриндаване, Аиндра Прабху пел 4 часа громогласный киртан, пришел в обществе всей своей семьи, всех своих спутников. Шиладанудар Махарадж провел первое арати для божеств, мы сделали, приготовили для них пир, сделали такой импровизированный алтарь, провели первое арати, Аиндра Прабху пел 4 часа киртан, мы предложили, Дандар Махарадж предложил им этот пир, как сейчас помню, и сегодня, и тогда у них... Которого его назвали? Гавинда Сундара? Гавинда Сундара, да. Ученик Бхакти Валава Тиртии Махараджи, чудесный и преданный из Гаудио Махараджи, абсолютно трансцендентный, был шеф-поваром. У нас, кстати, даже фотографии еще остались с того, с той церемонии, где-то валяются у меня на харадийске. И предложили им пир, и потом была небольшая катха, Чил Дандар Махарадж стал комментировать баджан Парамакаруна, мы его тогда спели. Парамакаруна, пахуду ниджана, нитай гоурачанда, сабабатара, сараширомани, кевалананда канда. Вот Дандар Махарадж комментирует этот баджан, и говорит о том, что Шичитане и нитянанда самые милостивые оплачки. Среди всех аватар, саба аватара, сараширомани, они драгоценная суть. Почему? Потому что они приносят самый сладостный нектар, дают самый сладостный путь, самую сладостную практику, которая суть ананда-канда. Канда означает путь, ананда-канда – путь блаженства. И в этот момент Аиндар Прабху, который сидел, слушал очень внимательно, глядя в пол, то, что говорил Дандар Махарадж, рядом с ним, когда Махарадж сказал, что они дают ананда-канда – это путь блаженства, Аиндар Прабху возразил в свойственной ему манере, такой очень безапелляционный. No! И все застыли. Все застыли. Что сейчас будет? Застыл даже сам Данудар Махарадж. Ну, то есть, он каждый раз рассказывает, когда мы с ним видели. Сдвинулись. У него так сдвинулись очки на нос, и он такой, Дандар Махарадж, абсолютно бесконфликтный человек, очень тактичный, очень тонко чувствующий все. И он в этот момент, он так смотрит на Аиндру Прабху, он так, ну, хорошо, Аиндра, я согласен, давай, размажь меня, в чем я не прав. Вот, Аиндру Прабху. No! Они приносят не Ананда Канду, они приносят Кевала Ананда Канду. Такое было важное уточнение, да? Чист, путь чистого блаженства, да? То есть, Кевала буквально означает чистое и беспримесное, то есть, ничего, кроме блаженства, горни тай не дают. Вот таким был день установления, как сегодня мы его помним, и потом было поклонение. Мы жили в то время на Вриндаване. Каждый день, когда мы занимались этим поклонением, когда мы проводили новый пуджу, он был чем-то особенным. Я помню эти месяцы, зимние и холодные месяцы во Вриндаване, когда каждое приготовление подношения, каждая пуджа, каждое приготовление подношения было чем-то особенным. Что они до нас там так накручили? И тогда мы действительно ощущали, когда мы вкушали просад за своими божествами, мы реально ощущали, что это был настоящий просад, что это что-то, что принято Богом. Потом мы уехали в Новодвику, наша единственная на всю жизнь запомнившаяся Новодвипа Мандала Парикрама, которую мы прошли, в обществе там нескольких сотен, может быть, тысяч преданных. И божества, эти божества, Горний Тай, они висели у меня в сумке Парикрамки. Отдельная история, как мы туда добрались, там Алкришный правый помнит, очень хорошо эти приключения, и как мы нанесли, как я нес эти божества, Новодвип Мандала Парикрама. И когда все останавливались, был какой-то привал, все останавливались, покупали кокосы у местных торговцев, то вот эти сотни преданных, всех, кто брал кокосы, я вставал вот так вот рядом с этой тележкой, из которой продавали все эти кокосы, все подходили, вот так вот предлагали божествам эти кокосы, они торчали вот так вот из этой сумки. Вот такие вот сладостные были времена. И в те дни мы много путешествовали, и путешествовали не так, как сейчас. Было гораздо меньше вещей, классы на поезде были гораздо ниже. Новодвип Мандала Парикрама сама по себе, это очень аскетичное мероприятие. Я очень боялся, что божества пропадут, поэтому буквально спал с ними в обнике. Иногда я клал в этой сумке, прям я клал их себе под голову, и вот так вот держал их руками. Иногда прижимал их к груди. Сейчас, конечно, мы уже так не делали, но в то время это было как бы очень живо, очень по-настоящему. Дуял Нитай Нимай Ати Сундара. Их имена, Дуял Нитай означает милостивый Нитай, Нимай Ати Сундара означает очень красивый Нимай. Нимай Сундара – это расхожее имя, красивый Нимай, анимай Ати Сундара означает очень красивый Нимай, или самый красивый Нимай. Вот такие вот имена, удивительные имена получили эти божества. 18 лет назад, в день Северного Песня. Еще день ухода Баксиан Сарасвати на камеру, в основном. Что? Наяна родилась на камеру. Да, в день ухода Баксиан Сарасвати, также я сказал, что у нас много связывается, и в день ухода Баксиан Сарасвати, да, мы провели нам и Карану. Наяна родилась за два дня. За один день. За два. 20-го она родилась, а 22-го в том году, в 2010-м, был уход Баксиан Сарасвати. В этот день мы провели нам и Карану, назвали нашу дочь Наяну Маню. В честь Чима Баксиан Сарасвати, такое его духовное имя, в Куруву-Пасаке, в Огриндаване, Наяну Маню, в Чима Баксиан Сарасвати. Ну и давайте, чтобы завершить небольшую катку, и связать эти два события, промоциуму наших божеств и уходчивый Баксиан Сарасвати Какура. Я прочитаю отрывок из Харикадхи, из лекции Баксиан Сарасвати Какура, которая называется Дар Ширичи Итани.